Юрий Спаса-Кулкотский. Человек и пароход. Если вы только не первый день интересуетесь тематикой фитнеса на ютубе, то, скорее всего, уже сталкивались с его роликами. Это один из сторожил в российском сегменте, и очень приятно, что, несмотря на то, что прошло уже много лет с того момента, когда он начал вести свою деятельность, он все еще остается в строю. Такому упорству и такой работоспособности можно только позавидовать. С другой стороны, качество видео, которое он выкладывает, далеко не всегда соответствует. Сегодня я предлагаю посмотреть его ролик под названием «Два лучших упражнения для внутренней части грудных мышц». И подписчики моего канала уже наверняка поняли, в чем будет смысл сегодняшнего ролика, но давайте все же сначала посмотрим, что нам будет рассказывать Юрий, разберем это с научной точки зрения, прокомментируем, и затем уже будем делать выводы. Поехали! Привет, друзья! С вами персональный тренер Юрий Спасокуковский. Мы находимся в клубе MDFIT в Москве, где я тренирую своих учеников и воспитанников. И сегодня я расскажу о том, как накачать грудные мышцы, точнее, внутреннюю часть грудных мышц. Некоторые люди напрягают грудь, а внутренняя часть недостаточно развита. И они спрашивают меня, как сделать, чтобы грудь была хорошо развита именно в средней части, то есть внутренняя часть груди, начиная от шеи и до самого низа. На этот вопрос ответить можно очень кратко. Никак! Потому что никакой внутренней части у грудных мышц не существует. Давайте откроем учебник по анатомии и посмотрим, как устроены грудные мышцы. И если вы посмотрите внимательно, то действительно увидите, что по вертикали грудная мышца имеет несколько точек крепления. Именно за счет этого и можно, подбирая разные упражнения, давать нагрузку в большей степени на верхнюю часть грудных, среднюю часть грудных и нижнюю часть грудных мышц. Но при этом, какие бы вы упражнения ни делали, она будет задействоваться по всей своей длине. Отдельно нагрузить исключительно ту часть грудной, которая находится ближе к центру, невозможно. В принципе, по анатомии человека нет такой возможности. И да, отдельно мне в комментариях нравятся люди, которые пишут, мол, сейчас это все так, как ты говоришь, а потом наука откроет что-то новое и все станет по-другому. Ребята, ребята, ребятушки, анатомия человека не меняется так быстро. Если вы посмотрите эскизы Леонардо да Винчи, вы увидите ровно точно такое же строение грудных мышц, как и у современного человека. Потому что процесс эволюции занимает гораздо больше времени. Так что и через 50 лет, и через 100 лет, и через 200, и через 500 строение будет точно таким же. Для того, чтобы изменения произошли в грудных мышцах, нужно гораздо больше времени. И нужно обязательно мутация, которая должна будет дальше закрепиться в популяции и так далее. А мы пока давайте посмотрим, какие упражнения показывает Юрий. Ну, самое лучшее упражнение для внутренней части груди – это не жим узким хватом. Потому что большая часть нагрузки уходит на переднюю дельту. Большая часть нагрузки при жиме узким хватом уходит на трицепс. Это сведение рук в кроссовере и сведение рук на утилусе. Мне кажется, или он задерживает дыхание в процессе выполнения упражнения, тем самым увеличивая свое внутричерепное и внутрибрюшное давление. Если вам тоже так показалось, напишите в комментариях и напишите, если вы понимаете, к чему я сейчас клоню. Я покажу вам, как работать на утилусе. Я считаю, что отрывать спину можно в этом тренажере от спинки. Грудь сокращается еще лучше. Риска для позвоночника нет. Также я выполню сегодня свой личный рекорд. Вы посмотрите, получится у меня или нет. Весь пакет блинов я попытаюсь сделать 5 повторений. Это для меня максимальный результат. Да еще и на сушке. Интересно, мне самому удастся ли? На сушке? Вот это заплывшее тельце Юрий называет сушкой. Вообще, скажу честно, что для человека, который посвятил всю свою жизнь тренировкам и бодибилдингу, и который только целыми днями этим занимается, форма Юрия очень даже никакая. Я видел его вживую, он действительно огромный. И это первое, что производит впечатление. Но второе, он выглядит очень заплывшим, очень как бы надутым. Может быть, просто меня избаловали на качестве тела воркаутеров, которые выглядят очень сухими. У них видно буквально каждую мышцу. Они очень рельефные, при этом мышечный объем у них достаточный. И на их фоне Юрий смотрится довольно странно. Он действительно большой, но он большой как шарик. Это не производит такого впечатления, которое должно производить. А если это еще и сухо, то для сравнения просто посмотреть, как выглядит Максим Трухновец в обычной своей форме. Не в сухой форме, а в обычной. И вот тут у нас Юрий на сушке. Выбирать бодибилдинг или стритворкаут решать вам. Но, на мой взгляд, выбор очевиден. А ног не видно. Ног не видно. Что-что? Ног не видно. Света нельзя поворачивать. Да? Почему? В момент, когда ты пожадничал и не нанял оператора или не использовал, кстати, штатив по какой-то причине. Не знаю, по-моему, такие видео как раз очень удобно снимать со штатива. Вот как я сейчас поставил камеру, стою и снимаю. Когда камера никуда не надо двигаться, очень удобно. А так лучше. Держи, держи. Спасибо. Так лучше же, потому что у тебя... и сами мне надо двигаться. КОНЕЦ Наверное, рядом. И да! Ранья,arlo. По-моему, это говорит. Ранья, для вас contemptора. У меня. Вот такая вот картинка получилась. Ну, так себе картинка-то, если честно. Что касается двух этих упражнений, то нет, они не прорабатывают внутренние части грудных, они прорабатывают грудную по всей ее длине, потому что грудная мышца отвечает за приведение плеча к центральной линии тела. То есть сначала Юрий отводит максимально плечо от тела, а затем приводит его к центральной линии. Отводит, приводит. При этом также следует отметить, что максимальное сокращение мышцы можно достичь, если ваша рука будет пересекать центральную линию тела. Можете это проверить самостоятельно, если положите руку на грудную, отведете мышцу, приведете просто до середины, а теперь переведите ее за центральную линию тела, вы увидите, насколько сильнее сократится мышца. Мы не будем сейчас разбирать вопрос, нужно ли добавлять вот это пиковое сокращение, и в какой амплитуде нужно работать, и нужно ли разгибать локти при отжиманиях на брусьях и подтягиваниях. Это тема для отдельного ролика, и если вам это интересно, то напишите в комментариях. Доберусь, разберу. Но обратите внимание на то, что Юрий в обоих упражнениях не пересекает руками эти линии, и, соответственно, не дорабатывает по нагрузке. Он мог бы дать большую нагрузку, может быть, работать с меньшим весом, менее травмоопасно для себя, а вот нагрузка для мышц была бы больше именно за счет вот этого вот движения. Ну, а посмотрим теперь, что сам Юрий говорит. Ну, тут некоторые из вас спросят, зачем же такое опасное упражнение, изолирующее, я выполняю с таким большим весом. Действительно, если резко неподготовленный человек с недостаточной разминкой сделает разведение рук на утилусе, можно травмировать мышцы груди, так же, как и выполняя разводки с гантелями. Несколько менее опасно сведение рук в кроссовере. Но любое упражнение изолирующее может быть травмоопасным, так же, как и базовое упражнение. Поэтому веса, конечно, надо повышать постепенно. И, тем не менее, если вы обычный человек, у которого в основном мышечная масса растет за счет гипертрофии мышечных волокон, то вам нужна силовая тренировка. Если же вы относитесь к тому небольшому количеству людей, у которых лучше работает закисление молочной кислоты в мышцах, что он сейчас несет? Закисление молочной кислоты в мышцах. Ешкинку! Если вы можете работать до жжения, с небольшими весами у вас растет мышечная масса, пожалуйста, попробуйте достичь роста внутренней части рудных мышц с помощью небольших весов, многоповторных сетов, пампинга, концентрации на мышце. Но лично у меня изолирующее упражнение работает только если я повышаю рабочий вес. И почему-то у большинства моих учеников происходит та же самая картина. Может, потому что механизм адаптации организма за счет построения дополнительных мышц связан напрямую с величиной нагрузки, которую ты даешь. И самый простой способ увеличить нагрузку – это дать больший вес, который нужно передвинуть с места на место при сохранении той же самой техники. Поэтому, если у вас не хватает именно внутренней части грудной мышцы, то вполне целесообразно будет повышать веса и в изолдирующем упражнении, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Никакую пустоту вы не заполните, потому что точки крепления ваших грудных мышц в центре, они определяются вашей генетикой. Естественно, если ваши грудные мышцы будут сами по себе крупнее, то грудь будет смотреться визуально лучше. Но изменить точки крепления и заполнить пустоту, если вдруг у вас есть вот эта вот полоска расстояния между точками крепления, вы не сможете. Именно эта причина объясняет, почему как бы усердно Игорь Войтенко, например, не тренировался, Игорь Войтенко, он никогда не сможет получить такие же красивые грудные мышцы, как у Максима Трухановца. Просто потому, что у них разная генетика. Конечно, чем больше будут мышцы у Игоря, тем они будут смотреться лучше. Но той эстетичности и той красоты мышц, которая есть у Трухановца, ему никогда в жизни не достичь. Это просто невозможно по его генетике. Поэтому какие бы вы упражнения ни делали, не говоря уже о том, что никаких упражнений для внутренней части грудных не существует, вы не сможете забить вот эту вот полоску пустоты, если ваша генетика в этом вопросе вас подвела. Боль, печаль, разочарование, компьютерные игры, девушки, реальная жизнь. Вот к чему все это может привести, если вы вдруг бросите тренировки. Не советую этого делать. Если у вас есть крепление мышцы в данной области, но не хватает массы, масса нарастет. Если крепления мышц с внутренней части груди нет, масса не будет расти. Даже видел чемпионов по бодибилдингу, у них внешняя часть накачана, а тут ничего нет. Это генетика. Вот это поворот! То есть Юрий знает про генетику, но при этом не знает, что нельзя накачать внутреннюю часть. Это неожиданно. Так же, как и короткий бицепс, его невозможно сделать длинным. Друзья мои, я рекомендую выполнять это упражнение после базового упражнения, после жима на наклонной скамье или после жима гантелей и выполнять три подхода по 8-10 повторений. Также нужна прогрессия нагрузок, работать на силу. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы настроить уведомления к себе на почту, рядом с кнопочкой подписаться. Иначе новые видео на канале будут выходить, а вы, хоть и подписчики, ничего не будете об этом знать. Ставьте ваши лайки. Если вам понадобится совет, консультация, обращайтесь лично ко мне. Вся информация контактная есть в описании к видео. Пока! Вот такой вот небольшой ролик. Непонятно, почему этот совет идет. В плане того, что это позволит вам прокачать внутреннюю часть грудных, конечно же, нет. И главное, что Юрий сам понимает, что визуально грудь зависит от генетики, от мест крепления. И он также знает, что нельзя отдельно прокачать пик бицепса. То есть он знает все, что нужно знать для того, чтобы сделать вывод о том, что невозможно накачать отдельно внутреннюю часть грудных, так же как невозможно отдельно накачать внешнюю часть грудных, среднюю часть грудных или еще какую-нибудь часть, да, две пятых грудных нельзя вот накачать никакими упражнениями. Но, тем не менее, он почему-то делает ролик о том, как это сделать. Возможно, потому что у него есть такие запросы, к нему приходят клиенты и спрашивают, как это сделать, и клиенты платят ему деньги. И он поддается, поддается этим порокам фитнес-индустрии Делает тот контент, который люди запрашивают, а не тот контент, который нужен им на самом деле И это немножко, конечно, грустенько Тем не менее, Юрий все эти годы выглядит примерно одинаково Поддержит форму, я не знаю, сколько мужику уже лет Жаль, что форма не топовая, конечно, это немножко расстраивает Но, тем не менее, все равно достойно уважения Но если вам понравился этот разбор и вы хотите, чтобы разборы выходили чаще и они были лучше сделаны То поддержать нас можно, либо оформив подписку на Boosty в первом комментарии под этим роликом Либо приобретя себе вот такую классную футболку с логотипом сегодня у нашего спонсора магазина WorkoutShop.ru Потому что все деньги от продажи этих футболок идут на развитие данного YouTube-канала И я уверен, что вы тоже заметили, что мы снимаем регулярно и стараемся радовать вас интересным контентом На этом все на сегодня, с вами был Антон Пишите свои вопросы и предложения по будущим разборам в комментариях А мы увидимся в следующий раз Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...